Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы говорим о препарате Декарис. Это очень известный антигельминтный препарат. Мы посмотрим отзывы врачей и поговорим немножечко о диагностике вообще паразитоза. Это очень важная тема. Итак, отзывы врачей. Доктор, наук, детский хирург отмечает, что крайне низкая эффективность данного препарата в различных клинических случаях. Декарис, лекарственный препарат с низкой долей положительного результата у пациентов, применяется, как правило, коротким курсом, но у многих пациентов не наступало положительного результата после перенесенного лечения. Это вот такое его мнение. Детский инфекционист отмечает, что это один из препаратов выбора, тем не менее, при лечении паразитоза, вызванная аскоридами, хватает однократного приема, легко дозировать. В сочетании с поддержанием микрофлоры кишечника и сарбентов работает хорошо, избавляя организм от аскорид. Отмечает, что иногда требуется повторный прием, и он чаще связан с тем, что оставшиеся личинки дозревают и превращаются в особи. Поэтому может потребоваться дополнительный повторный прием. Очень интересный отзыв от врача УЗИ. Она отмечает, что при наличии ультразвуковой диагностики, при наличии паразитарного процесса, нередко при ультразвуковой диагностике можно увидеть осложнение со стороны желчного пузыря, которое очень часто, кстати говоря, находят и у детей, и у взрослых, так называемая дискинезия желчевыводящих путей. И обычно как-то это рассматривается, ну, как не то, что вариант нормы, но как бы то, что не нужно особенно лечить, или там нужно диету соблюдать и так далее. Но вот доктор отмечает, что эти застойные явления взвеси в желчном пузыре, они вот косвенно могут указывать на имеющуюся у человека паразитарную инфекцию. В результате применения препарата Декарис среди группы пациентов с подтвержденной паразитарной инфекцией и наличием сопутствующих изменений со стороны желудочно-кишечного тракта отмечалась положительная динамика при проведении ультразвуковой диагностики в виде исчезновения выше указанных симптомов, ну, то есть вот эти взвеси и так далее. Эффективность высокая, отмечает доктор. Побочных аллергических реакций не отмечалось и прост в применении. Эндокринолог, доктор эндокринолог с большим стажем работы отмечает, что международное название левимизол, доза 150 мг для взрослых, 50 мг для детей. Препарат является хорошим антигельминским средством. Положительный момент, то, что, в принципе, достаточно однократного приема, но прошу иметь в виду, в нотации об этом есть указание. Принимается препарат вечером, после легкого ужина. Это обязательно, не нагружайте свой желудочно-кишечный тракт. Это раз. Во-вторых, ни в коем случае в этот день, вечер, не пейте алкоголь, не ешьте ничего жирного и острого. И тогда вы спокойно перенесете прием препарата. И она отмечает, что иногда, если не выполнил человек данные рекомендации, возникает ощущение общего отравления. То есть, немножко кружится глава, немного поташнивает, но это только один вечер. По ее наблюдениям, доктор рекомендует препарат. Гастроэнтеролог отмечает, что периодически назначает данное средство при наличии медицинских показаний. Курс лечения состоит из однократного приема препарата один раз в день на ночь. Хорошо переносится большинством пациентов. И он наличествует в аптечной сети, что да, тоже немаловажно. Я с доктором согласен. Приемлемая цена при высоком качестве лекарственного препарата. Побочных эффектов не отмечает. Но указывает, что применять по назначению врача. С хорошей переносимостью препарата. И еще один отзыв врача-психиатра на этот раз. Он назначал декарис в стационаре для своих пациентов. Препарат эффективный, доступный, однократный прием. Но узкий коридор, узкий спектр. Только для круглых червей. Поскольку есть еще ленточные и другие. Узкий у него спектр применения. И все бы ничего, отмечает доктор. Но был один случай в стационаре, когда на прием препарата у пациента развилась выраженная побочная реакция. Слюно-течение, головокружение, тошнота и расширение зрачков. Возможно, это как раз тот случай, о котором ниже говорил доктор. Что очень важно соблюдать, скажем так, вот такой режим питания правильный. Не употреблять алкоголь или какая-то жирная пища. Возможно, что пациенту что-то передали близкие родственники. И что-то вот он нарушил такой режим питания. И вот возникла такая реакция. Возможно, какое-то индивидуальное состояние. Сложно сказать, конечно. Вот такие отзывы врачей. Такое описание лекарства оставляют врачи в своих отзывах. Благодарю всех за внимание.